Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Ирин Анатольевич и Станислав Анатольевич Дожеков. Добрый день! Мы решили посвятить данный выпуск ни много ни мало истории. Впервые беремся за Китай, проблевчик. Я бы сказал, да, причем незащищенными, так сказать, ладонями. Обычно мы как-то защищены тем или иными событиями, там Таласка, битва или еще что-нибудь в этом роде, там Восточные или Западные тюркские каганаты. А сейчас вот, собственно, решили откликнуться на предложение одного из подписчиков и записать, насколько получится, небольшой ролик о династии Тан. Крайне сложное, крайне интересное, крайне загадочное явление, которое сами китайцы соотносят с ни много ни мало периодом Золотого века. собственной истории. Династия Тан, просто напомню, дорогие друзья, возникает 18 июня 618 года, а, собственно, исчезает 4 июня 907 года. То есть, без малого, 300 лет. 300 лет, значит, жизни нет. А, нет, ну там как раз она жизнь-то и была. Собственно говоря, здесь я, честно, вот даже немножечко затрудняюсь, с какого боку к этому делу подойти, но, может быть, все-таки... Давайте подойдем, подойдем, как обычно мы, от яйца. А, вот, значит, смотрите, правящий дом Ли. Да, правящий дом Ли и первый император Ли Юань. А Ли, это, я так понимаю, фамилия, так или иначе, связанная с тем самым генералом Ли. У нас есть Проташибинский дворец. А, Лилин. Замецк, Лилин. То есть, я так понимаю, что на каком-то уровне все однофамильцы с фамилией Ли, так или иначе, связаны с генералом. То есть, мы уносимся на 800 лет практически в глубь. Да. И мы про Лилина делали, по-моему, передачу, или отчасти о нем говорили в связи с киргизами. То есть, так получилось, что правящая династия страны под названием, которую мы сейчас назовем, Китай, она неожиданно имеет общего предка, по их утверждению, с инисейскими тиргизами. Ну, да. Это хорошо. Дворец Лилина где? Пригород Абакар. Да, мы от него сидим вот в 6 километрах от дворца Лилина, где бы он мог быть, вот, если бы был тут Лилин действительно. Это все, товарищи, это начало. И так начало, опять, инисейские киргизы мелькают. Да. И самое главное, Лилин Кантин, сейчас вот, обрывается-то все тоже. Нам что пишут американские историки-то, реакционеры? Киргизы, дикие выходцы из Сибири, обрушили уйгурский хаганат, все пришло, вылезли к киданиям, там обрушилось. Короче, инисейские киргизы династию там-то и прикончили. Да, вот видишь как, все от нас. Часовню, говорит, я тоже развалил, да нет. Вот, то есть, если, да, ну, для нашей, для части нашей аудитории, это, может быть, они же и спрашивали про династию там, в связи с тем, что мы часто затрагивали ее из истории киргизов. Так если брать историю не сельских киргизов, они где-то стояли у истоков и где-то закончили. А это была, действительно, эпоха процветания. Это, действительно, тот Китай, который мы не знаем. Это тот Китай, где, ну, во-первых, все империи Китая должны походить, прежде всего, на самую главную империю, на Хань. Вот, когда вот Хань, это вот империя. И все остальные, да, и вот все остальные, это как эталон, как Хань. Ну, как европейские империи, да, вот, был император римский. Вот. Часто ли вы думаете о Римской империи, Кирилл Константинович? Ну, время от времени, особенно в период августа, например, или июля. Или октября. Или октября. Декабря. Кстати. Весь календарный год мы думаем о Римской империи. Да, это в европейской культуре, то есть это зашито Римская империя, все как-то должно быть, как в Риме. Все дороги ведут к Риму, да. А в Китае это все от Хань. И вот появляется Тан. Там надо действительно, если смотреть, и люди едят другую еду, чем сейчас. Люди едят мясо. Люди хорошо ездят на лошадях. С другой стороны, исчезают всякие слоны. Исчезают всякие носороги в поймах янзы. То есть Китай начинает становиться вот как сейчас. Похож на современное. Да, и идут очень мощные преобразования. Китай централизирована. Династия Тан, она как-то сумела объединить Китай. Он же всегда имеет тенденцию распадаться у нас на юг и север. Но Тан это значит очень похоже на идеальную династию. Китай, скреплена домом Ли. Почему же все говорят, что как-то это связано еще с северными варварами? Ну, смотрите, дорогие друзья. Буквально тогда все-таки короткая справочка. Основатель династии Гао Цзи, это его императорское имя, Ли Юань. Он из народа Табгач, во всяком случае его предки. И, в общем-то, его отец был военачальником и пользовался уважением в императорском дворе. А речь идет о предшествующей династии Суй. Соответственно, сына сначала как бы дистанцировали от военной темы. Ну, где-то, наверное, с 607-го, где-то 608-го года. Он становится тоже военачальником. И ни много ни мало его отправляют на западные границы, собственно, усмирять тюркютов. Собственно, в тюркских памятниках обычно говорят о китайцах, как что приходили народ табгач. То есть, они ассоциируются с табгачами. А табгачи-то тут тоже древние топонимы. Тоба там есть, да? Табасцы, косоплеты. Ну, во всяком случае, по мнению исследователей, все это очень плотненько восходит к известным игрокам на политической арене народа группы Сяньби. То есть, сяньбийцы, табасцы, косоплеты. И это же все больше не тюркское, а монгольское. Да, это, в общем-то, древний монгольский. А как это тюрк, там как-то вот они говорят, мы здесь, мы здесь же, вот это. Или не говорят уже? Нет, ну, собственно, это тот период, когда речь идет о тюрко-монгольском сообществе. И, собственно, языки-то не учат. Но, значит, империя начинает с того, что вот приходят династы, династы, связанные с военной службой, выходцы, видимо, из варваров. И давят они тоже варваров, потому что у них же задача восточный тюркский каганат как-то. Один из основных таких противников. Проблема заключается в том, что, на самом деле, империя, суе, естественно, как это и положено всем правящим династиям, в период упадка разрушается, в том числе изнутри. Вот, один за другим народное, так сказать, восстание, внешний враг есть. Молодому государству под династией Там, значит, или под фамилией Дома-Ли, надо, значит, восточный тюркский каганат при... У нас есть про это ролик, просто мы про это говорили, и так они его разгромили, а потом они и западно-тюркский каганат разгромили. И они вышли практически вот туда, Балхаш, Иссык-Куль, то есть они достигли границ Хайм. Да, вот, фактически так и есть. Все, тюркская угроза снята, хорошо. И здесь, собственно говоря, именно вот это, видимо, соответствующая, так сказать, кровь, местонахождение, родственные связи первого императора и связывают династию Там с варварами, с кочевой культурой. То есть в качестве такого мирсистемного анализа, да, можно проводить, что такое установит динамическое равновесие, и Китай мог использовать мирный период для своего развития и в то же время давать жизни кочевникам. То есть они понимают, поскольку император был из этой среды, они понимали их запросы. А какие запросы? Значит, служить на военной службе императору, почему нет? Император, поэтому для кочевников он был, носил не просто такой, а титул у него был Тен-Гри-Хан. Да, это уже сын первого императора, второй император, императорское имя Тай Цзы, значит, имя более известное широкой аудитории Ли Шин Минь, он как раз и соединил в себе и титул императора китайского, и титул хана неба. Да, да, смотрите, то есть симбиоз, да, это, значит, они хорошо понимали эту среду, ну, наверное, кто-то мог обижаться из тех, кто вот за суверенитет великой степени, но здесь, знаете, какой момент, вот этот вот товарищ, который второй император, у меня, конечно, я всем рекомендую найти его барельефы, а мы, наверное, попросим наших уважаемых монтажеров, вот эти барельефы, 6 коней, то есть в его гробнице были размещены барельефы, там такие в натуральную личину, 2 на 2 метра, и там, значит, кони во всех вот этих своих, каждая мышца проработана, надеюсь, что мы смотрим, да, и там есть как бы конюши стоит, говорят, что это император скромно изобразил самого себя, и там о каждом коне есть описание, замечательные клички коней, я не знаю, было ли принято тогда в Китае вот так родниться с конями, это скорее вот у нас есть сюжет про батыра, вот посмотрите, как, что на самом деле богатырский конь, он больше описывается богатырский конь, чем сам богатырь, потому что ты посмотрел на коня, ты понял о человеке, там он как-то так, там такие названия, там прекрасная роса, да, мой красно-синий скакун, честно говоря, мне все это очень сильно напоминало нашу эпосу, как раз, ну, ну, как бы, мы же знаем все описания коней Чингисхана, большой надпись в честь Культигина, помните описание, он сел на белого жеребца из боярку, это, представляете, очень важно рассказать на какого жеребца и откуда он сел, понимаете, то есть здесь, да, степная нотка такая проглядывает, это очень интересно, а значит, смотрите, тут мы в политике мы поняли, значит, новая династия, а какая у них была вот найдена, может быть, фишка в хозяйствовании, как они экономическим, какие-то причины надожижены? Там, смотрите, ну, во-первых, коль скоро мы упомянули о вот этом сдвоении, по сути, основных титулов, да, и императорского Китая и Великой Степи, вот, то нужно чуть-чуть, буквально две даты, дорогие друзья, 630-й год, это время победы над Восточно-Тюркским гаганатом, значит, Таннского империи, а 635-й год открывается опять вновь, спустя там длительный период времени, Шелковый путь. То есть, чисто экономический момент. А то, я думаю, вот этот вот третий или четвертый уже император, он тоже любил коней и любил очень девушек, увлекался, и он все время поражался, говорит, я, говорит, столько трачу, как никто не тратит, мне даже неудобно, говорит, столько тратить, а деньги в казне все время есть, говорит, странно, вот это, и остается только завидовать этому человеку. Ну да, я в том смысле, тот самый знаменитый товарищ, у него так получилось, что папа его тоже увлекался женщинами, и у него была такая наложница, она низкого ранга, она просто появилась при дворе, и папа умер. То есть, собственно, она не успела никак реализоваться, а раз она бывшая наложница императора, она, значит, ее в буддийский монастырь, значит, где-то обрили голову в Хламидии, и вот молодая там девушка ушла в монахини. А сын потом спустя поминки по отцу и поехал на Богомоле, значит, монастырь, увидел монашку, значит, обритого, но с румяными полными щечками. Там как-то вот есть ее портреты, она вот именно как персик, щечки очень ее, и он так смотрел, смотрел, и разглядел под этой Хламидой, значит, прекрасную девушку, и взял ее к себе в горе. И вот тут-то китайцы и помнили, что перед ними все-таки немножко инородцы, потому что наложница папы, это по-китайски-то его мама, а в тюркских-то традициях или в монгольских совсем по-другому. Свадьба деда, это же не свадьба внука. А тут бац, и вот такая вещь. То есть я к тому, что какое-то процветание просто даже самого императора удивляло. Вроде бы, как он, видимо, небо полюбило их. И как хана, и как сына. Как минимум, палеоплиматология. Если помнишь, мы на эту тему высказываем. А климат, да. Проблемы начинаются только, дорогие друзья, серьезные проблемы уже на рубеже 8-9 веков, и уже, собственно, в 9-м, конечно же, с климатом, засухи постоянные, голод, глад и мор. Но это ладно. Что касается вот этих фишек в области экономики, то действительно централизация власти, наведение порядка, собственно говоря, в пределах страны, позволили сделать налоговую реформу, провести такую подушную. Я так и думаю. Опять они с земельными участками что-то? Все там нормально было. Лично, значит, там император решал вопросы контроля торговли. То есть разом все как бы... Обычно это плохо кончается. Ну, это потом плохо кончилось, а он не успел плохо. Ну, давайте вспомнить. По вопросам торговли. Значит, действительно пошла с западным краем же торговля. Самаркад. Да, конечно. Сагдийц. Резко расширился ареал торговли. Так, вплоть до Персии. Иностранный, вплоть до Месопотамии. Итак, смотрите, товарищи. Столица у нас неожиданно перемещается в центр Китая. Не неожиданно. Дело в том, что вот эта столица, которая получит название... Чэн Ян. Да, Чэн Ян. Значит, это не что иное, как место рождения первого императора. То есть, ну, собственно говоря, он как бы и перенес ее туда, где когда-то была легендарная столица Цинь-Шуханди. О, немного, немало. И товарищи, вот вы знаете, вместо Намулина, сейчас его активно раскапывают. Каждый год сенсационные находки. Там, пожалуйста, уже всех династов сагдийцев можно проследить. Дело в том, что где последний правитель Персии, где его сын и внук упокоились? Они упокоились в Чинь-Яне, столице Китая. То есть, под давлением мусульман персидские лидеры, сагдийские купцы, все бежали в нынешнюю Монголию и в нынешнюю Китай. И последние династы, правители Персии, они закончили жизнь свою в Китае. И туда пошел поток иностранных специалистов. Некоторые, утверждая, что даже древнетюркская письменность, она как бы, что вот обычно ее с арамеями же, с арамейской письменностью, ассоциируют, да? Да, но сейчас новая тема, что это как бы, а не поработали ли тут наши классические китайские филологи? Потому что вот этот вот некоторый пиктографический-то задел, ну как ОК, Стрела, ИП, Изба, АТ, Конь. Не поработали ли тут филологи, специалисты в силоботонике, кажется, и в алитерациях? Ну не исключено, почему это достаточно... И смотрите, да, и пошло мощное торговое с западным краем. Персики Самарканда, пожалуйста. Вот, значит, туда постоянно прибывают всякие вассалы. Идет мощный инноваций, кто принес? Буддизм, в том числе госуправление. Значит, смотрите, буддизм какой пошел, трафинированный. Там был вот этот товарищ, я потом его приложу, его описание. Он же прочитал все в Китае про буддизм, но чувствует, что лакуны, что-то не хватает. И он поехал тогда в Индию. А тогда же через гендуку что-нибудь пройдешь, он понял, что надо кисток от буддизма идти. И вот у него прекрасное описание. Он приехал, значит, в Самарканд, потом в Афганистан. Оттуда пересек, значит, заставу в индийское княжество. И как начал там приставать ко всяким буддийским аскетам, как все познал из княжества в княжество, собрал. Лучшего никто не разбирался, там ему лучшие гуру посвящали время. И он все превзошел, до Шри-Ланки добрался. И все складывался в эту замечательную корзину, корзина-ранец для рукописей. И он получился там просто такой бадхи-сатва, которого мир не видел еще. Потому что индусы-то как бы они хранили свое буддийское знание, но они не очень интересовались, что в соседниках. А он это все познал. И пришел такой буддизм рафинировавший, который дал возможность потом развить дзен. А когда ты развиваешь дзен, это политические практики. И наконец-то дело в том, что рафинированный буддизм смог и на конфуцианство очень повлиять. И тут даосизм пошел. А ведь основатель династии Ли, его же некоторые еще и... Подолком Лао Цзы считают. Он сам себя так называл в манифесте. Иероглиф один. Лао Цзы у нас кто? Ли же тоже. Ли. Не древний ли киргиз у нас был Лао Цзы? Я надеюсь, наши подписчики прояснят этот вопрос. Ну да, хотя здесь определенные трудности у вас, несомненно, будут. Но вот к слову, да, действительно, ты прав. Расцвет буддизма, именно как, ну, едва ли не впервые, так сказать, официально принятой государственной религии, произошел при императоре, который собой воплощает пик развития, одновременно начала, по сути, падения династии. Это император, соответственно, Сюань Цзун. Так подождите, буддизм как-то подсек, что ли, династию? Ну, как подсек? Познали абсолютно все? Там нет, там все гораздо круче произошло. А религиозные мракобесы, что ли, захватили? В VIII веке Сюань Цзун активно способствует развитию буддизма, а его потомок спустя, там, без малого, так сказать, столетия закрывает более четырех тысяч храмов. Заставляет заниматься мирской жизнью более сорока тысяч монахов. Интеллигенцию подрубить. Да. Ну, в общем, тем не менее, вот Сюань Цзун, дорогие друзья, это действительно пик. Это правило, он вперед с 712 по 756 годы. В общем-то, именно его уход из жизни привел к активизации вот этих настроений, и мы в предыдущем ролике этой темы касались, связанной с Ань Лушанем. О, наконец-то! Да. Но надо заметить, что Сюань Цзун – это просто, ну, действительно, некий идеал правителя, во всяком случае, так историография китайской его и подает. При нем, значит, максимально были снижены налоги. При нем в 747 году, это, наверное, единственное в мире было решение, я подозреваю, хотя, может быть, кто-то меня и поправит, была отменена смертная казнь. Где еще это было? 747 год. Он лично, так сказать, побеспокоился, чтобы люди не страдали. При нем армия становится, как бы, нанимается уже на постоянной основе, ну, вот одно из достижений, кстати, периода эпохи Тан, что начало самого, так сказать, что у нас, ну, как будто сменные дружины были введены, это было супер, это было хорошо, это позволяло не тратиться на содержание армии, но быстро при необходимости ее собирать. Но именно Суань Цзунь вводит вот этот долговременный, так сказать, наем, ну, по сути, контрактников. То есть это, ну, и, собственно говоря, при нем, правда, и уже под занавес начинаются проблемы. Если вы помните, и Талаская битва произошла, ценность ее, там, разными историками оценивается по-разному, но факт остается фактом, после вот этих событий середины восьмого века, фактически, Танский, Китай утрачивает влияние на Среднюю Азию, а арабское влияние, наоборот, усиливается. Вот, то есть вот, как бы, вот так оно часто бывает. Это не все однозначно так было, это бывает. Ну да, мы, этот, вот, такое великолепие. У нас, дорогие друзья, вот к этому моменту, значит, самый пик, по мнению демографов, кстати, был достигнут для эпохи Средневековья по численности населения. Население, по родным оценкам, достигало сначала, там, считали, что 50 миллионов жителей, ну, то же самое, кстати, было и при Хань, как считают некоторые исследователи. А при именно правлении Сюань Цзун, императора, было достигнуто планка в 75-80 миллионов. Но Ань Лушань придет, порядок наведет? Он порядок навел, он фактически... Обратно, например, обратил. Да, и только уже, там, спустя четыре столетия, значит, вот эти всякого рода изобретения в области ирригационной практики и увеличения пассивных площадей для риса позволили до 100 миллионов дорасти Китаю. Собственно говоря, в это время уже активно используется порох в военной практике. То есть он из праздничной культуры перешел. Масса изобретений. У нас по одним поэтам, там их сохранилось с эпохи Тан, 48 тысяч 900 стихотворений, двух тысяч, там, двухсот авторов. Это круто. А у вас какой львиновский творение? А мы его, кстати, приводили же в прошлом. В Любане? Ролик, да, у Фани, по поводу сокола этого, а не в ушами. Нет, это, да, а мне нравится там что-то в переводе, значит, как... Собитый сокол? Нет, там вот это... После какой-то битвы, Любань пишет, что стояла грандиозная битва, воины Китая здесь проиграли, а варвары, говорит, это, идут, вытирают, стрелы вытирают, и это, рыгая, говорит, от пьянства, говорит, вот так, вытирают кровавые стрелы и пошатываются, идут домой и поют зауныванные степные песни. Я потом, наверное, это... Текстик приложу, да. Ну, в общем, дорогие друзья, это, конечно, был пик, после которого уже началось сначала набреющим, а потом все более и более, как бы, фактически падение. Да, то есть, как пишут наши американские товарищи, значит, все из-за климата, значит, подрубается основа уйгурского каганата, да, с гор, значит, Сибири спускаются дикие туземцы, значит, эти киргизы енисейские, уничтожают уйгуров, а уйгуров уничтожили, сами в Монголию не зашли, туда степи заполняются киданиями, и кидания уничтожают династию Тан. Опять во всем виноваты енисейские киргизы. Говорят, что ты будешь делать? Не угодили, что ли? Ну, ничего, жизнь, тем не менее, продолжается. Академий мой друг ругается по-хакасски, посмотрит программу «Время» и потом сидит и говорит, язва на американец тер. Так что в определенной степени правление периода начала 8 и середины 8 веков династии Тан являлась, конечно же, наверное, для того времени идеальным. Что касается наиболее таких известных поэтов, художников, просто нескольких фамилий на завод, дорогие друзья, вы с легкостью сможете их, собственно говоря, ознакомиться с их творчеством. Материалы достаточны и в открытом доступе. К ним относятся известные поэты, либо и уже упоминаемые нами не один раз, так сказать, поэт Дуфу. Из художников, к слову, коль скоро мы говорили о барельефах вот этих коней, вы можете посмотреть, что произошло за столетие правления династии Тан. И есть замечательный совершенно художник Ханьгань, который тоже изображал коней, но это своего рода китайский, если так можно выразиться, Рубенс. То есть период правления, эпохи, времени расцвета отличался тем, сытостью отличался. В таком фаворе были вот эти мощные формы, что у коней, что у людей. Ну и у художников это, естественно, тоже нашло отражение. Расцветает целое направление портретов коней. Тоже с счетчиками, со всеми делами. Архитектура. Архитектура, да. Вот сам Чиньян. Посмотрите, как он прекрасно гармонично спроектирован. Я тоже карту приложу, что она полностью соответствует самой китайской нумерологической школе. Это потрясающе, конечно. Ну, соответственно, развитие торговли приводит к развитию географических знаний. Тогда появляются где-то трактаты, которые до сих пор имеют серьезное источниковое значение. Историки создают собственные работы. Ну и, естественно, происходит развитие науки. Во всяком случае, дорогие друзья, в восьмом веке создается механически, создаются часы с анкерным механизмом. Я должен сказать, видимо, благодаря буддийской проповеди, для буддизма же, как бы, вот эти различия гендеров-то, это же, ну, искажение восприятия сознания. Поэтому вот женщины начинают играть очень активную роль даже в политике. Одна из них, помните, объявляла себя даже правительницей. Да, там был период, там, 15 лет как раз предшествующий. А это вот эта девушка, по-моему, была с щечками. По-моему, она своего сына, он же взрослый, она стала при нем регентом, она типа Екатерина II. Ну, как бы, была пауза, там, династия Джан, по-моему. А потом раз, опять возвращается там. Да, то есть, неожиданно, вот, значит, расцвет так, расцвет во всем, в литературе, в искусствах, в отношении к женщинам, значит, общественные отношения. Раз по хорошей демографии, значит, у нас и к детям хорошие отношения. И, да, страна, это действительно, это был период процветания, но за который пришлось заплатить, видимо, потом. Достаточно кровавую цену. Собственно, дорогие друзья, сразу же замечу, что причины падения династии Тан, причины возникновения проблем, до сих пор относятся к разряду дискуссионных. У каждого крупного исследователя собственная точка зрения. Но, если оперировать какими-то фактами, то где-то с середины 8 века действительно начинаются серьезные проблемы. Рубежом, как мы это говорили в прошлом ролике, стал восстание Ани Лушани, которое привело к, в общем-то, серьезным последствиям. А именно к утрате контроля, как я говорил, за Средней Азией. А это значит, опять прервалось единство экономической основной артерии в Великий Шелковой Путь. То есть, с экономикой начинаются существенные проблемы, но проблемы начинаются и внутри, собственно, самого сообщества, потому что ухудшение экономического состояния, естественно, приводит к активизации, изъявлению неудовольствия народными массами. То есть, народные восстания. Один за другим следует и приводить их в порядок пробуют дзы души. Это те, кто, в принципе, если проводить какие-то аналогии, ну, наверное, соответствует нашим, там, не знаю, генерал-губернаторам 19 века. То есть, ребята, которые должны возглавлять армию, наводить порядок. Спустя некоторое время, уже на рубеже 8-9 века, дзы души, по сути, подменяют собой императорскую власть. То есть, начинается разрыв вот этих связей и центробежных устремлений изнутри. То есть, фактически, возникает ситуация, которая очень напоминает период, так называем, феодальной раздробленности, когда от имени императора спокойно, ну, говорят уже вот эти удельные, по сути, князья. Варварские короли, что-то, наоборот, похоже. Борьба с ними, в общем-то, является со стороны императоров основной частью внутренней политики на протяжении практически всего 9 века. Ну, они потеряли север, да, кидание. Да, по сути, очень быстро, уже к середине 9 века, только центральная часть Китая контролируется, собственно говоря, императорами. Здесь еще один момент. Вот это, как-то в сатириконе сказано, да, то есть, ребята впали в изнеженность и, значит, проявили свою ничтожность или что-то в этом роде. Вот это богатство, вот этот взлет экономический привел к тому, что фактически культ воина перестал быть актуальным. Воинская культура, соответственно, упала уже к 9 веку, и на арену выходят ребята, о которых, собственно, ты говорил, когда упоминал о, так сказать, отношении буддизма к форме, что называется, евнухи. Уже, ну, последних, как минимум, 4-5 императоров борьба с евнухами становится едва ли не пунктиком, и они постоянно эту борьбу проигрывают. Евнухи сформировали определенные, скажем так, консультационный орган, который на самом деле и определял внутреннюю политику во многом. То есть это, конечно же, вещи, которые так или иначе приводили к постепенной утрате авторитета власти. Ну, то есть традиционное общество понимает, что мандат небо, видимо, стерпан, небо отзывает. Да. Ну, там еще природа немножечко помогла, по-моему, в 848 году, потом в середине 856 было несколько крупных наводнений, которые уносят десятки тысяч жизней. Однозначно указывается на... Да, становится перманентным вот это негативное явление под названием пиратство, что речное, что морское, и с ним ничего сделать не могут. Соответственно, активничают, так сказать, разбойники, которые тоже делают это на протяжении десятков лет. Ну, плюс коррупции. Время от времени попытки у разных императоров были навести порядок. Ну, все заканчивалось конфузом. И, в общем-то, дорогие друзья, к чему приходим мы? Значит, 907 год. Соответственно, значит, военачальник Джу Вейн. Военачальник, который на самом деле вырос из повстанцев. Он сам из простолюдинов. Он там был одним из помощников народного лидера. Переметнулся на сторону императора. Получил соответствующие там должности. Сам стал военачальником. И, соответственно, Джу Вейн. Не изложил последнего императора Айди. Который, наверное, известен как Ли Джу. В 1907 году. И основал, собственно, уже династию. То есть, в принципе, на этом вот это великолепие закончилось. Мне кажется, здесь вот Станислав Анатольевич было бы здорово, если бы вы сказали точку зрения, когда рассуждал на тему причин возвышения падения династии Тан Николая Гумилёв. Ой, Лев Николаевич. Прошу прощения, да. То он сказал такую интересную точку зрения, которая, в общем-то, вроде бы фактами подтверждается даже. Он говорит о том, что династия Тан выросла благодаря поддержке великой степи, благодаря вот этой идее совместить несовместимое, совместить вот этот небесный, так сказать, статус императорский и небесный статус Степнова, по сути, императора Кагана. Вот это позволило им достичь определенных экономических, социальных условий благополучия. Но именно это же и фактически их низвергло, по той причине, что, достигнув этого благополучия, они перестали воплощать в себе это единство. То есть степь осталась прежней, брутальной, мужской, без изнеженности, без, так сказать, признаков стремления к роскоши. А, собственно говоря, династия Тан в какой-то момент отправилась своим путем, и, собственно говоря, степь ее и, в конце концов, и разрушила. Нет, если бы, конечно, если бы динамические связи существовали, если бы, ну, как бы они это пытались до конца, они с уйгурами же это делали, и вот как раз уйгурскому Кагану они стали давать титул Тенгриха Кагана. А потом, когда на это претендовали уже инисейские киргизы, то танцы сказали, вы знаете, уйгуры такие большие заслуги имеют перед нами, а вот вы пока таких не имеете. А киргизы подумали, а, собственно, а вы связи с западным миром не имеете, а мы туда пойдем, мы пойдем в Среднюю Азию, мы пойдем охранять вот эти тропы, так сказать, и что-то они там достигли. Так, конечно, надо каждому давать реализоваться. Если бы эти интересы совпали, может быть, еще бы продержались. А так, пока мне нравится, что вот эта вот все красивая империя рухнула, потому что их подрубили инисейские киргизы. Дорогие друзья, на всякий случай в контексте того, чем Станис Анатольевич говорит, я озвучу имена тех императоров Китая, которые, собственно... А вот это я не ожидал. Практически наверняка имели отношение с инисейскими киргизами в период вот этих событий и 20-летней войны, и, значит, периода, так сказать, завершения этапа великой держави киргизского. Значит, у нас все началось с Вэнь Дзун. Ну, Дзун, понятно, здесь этот титул. Вот, который, собственно, правил в начале IX века. Удзун, 840-846 год. Это вот как раз тот сам. При этом императоре писались трогательные письма по поводу того, что нужно уйгуров растерзать, так сказать, и так далее. Сюань Дзун, 846-859 годы. Тоже у нас, значит, посольства были направлены. Портрет при каком императоре? Там же должны были портрет посольства написать. Вот мы говорим о расцвете живописи. Нам надо найти картину с инисейскими киргизами. Ну, это вот как раз при императоре Сюань Дзуни, да. Там посольство, так сказать, прибыло в 40-е годы VIII века, и сам по себе факт направления послов вызвал жуткое раздражение в Тюркском Каганахе, да. Значит, далее, дорогие друзья, Сидзун. У нас Идзун и Сидзун, это с 1859 года они правили по 800, не тысяча, прошу прощения, 859-88. Джао Цзун, 888-904, уже все, финал. И Айди, это, собственно говоря, 94-97 года. Это вот круг императоров, последних императоров династии Тань, у которых очень устойчиво происходили взаимоотношения с как раз-таки киргизами выстраивались они. Вот это очень компьютерно продвинуто звучит. На Айди все закончилось. На Айди все закончилось. Айди у него был какой? Ру или Монг? Ну, какой Айди может быть? Даже не знаю, что ответит на вашу, так сказать, мысль, основанную на фонетических каких-то созвучиях. Но замечу, что, наверное, действительно, Лех Николаевич Гумилев во многом прав, когда говорил о том, что какие-то идеи позволяют народам и государствам возвышаться, но зачастую эти же идеи и являются причинами их падений. Так что династия Тан, конечно, является одним из центральных таких политических событий в истории государственности Китая. И одновременно, конечно же, она собой представляет, как мне кажется, очень серьезный такой пример того, каким образом можно взять власть, облагодетельствовать общество, достичь каких-то результатов и практически разом все утратить. Замечу, дорогие друзья, что наш вот этот сюжет, конечно же, всего богатства вот этой картины трехсотлетнего правления династии Тан в принципе, конечно, раскрыть не может, но задача, по-моему, такая не ставилась. Мы уже в каком-то приближении приближаемся по продолжительности ролика и правления династии. Ну ладно, что же сделаешь-то, так уютно с вами общаться на эту тему. Ну что ж, ну как-то тебе надо патетически финализировать, Ленин Калтиньевич. Ну, я надеюсь, что ты закончишь какими-то стихосложениями в переводе. Нет? Нет, я это не владею, так сказать, переводами. Языками не владею? Нету переводов, видишь. Кстати, не поступают у нас переводы, а мы их и не просим. Мы просим лайкать, ставить лайки и перенаправлять эти ссылки, ставить в ваших социальных сетях, подписываться по возможности, потому что что-то у нас аудитория нас это разочаровывает, я бы даже сказал. Может, видео снимать почаще, наверное? Нет. Вы до нас подписывайтесь, а мы тогда начнем почаще снимать видео. А так смысла нет. Понятно. Ну, сидите там и не лайкайте. Дорогие друзья, на этом пока о династии Тан, наверное, мы разговор завершим. Замечу, что все-таки, вот, коль скоро Станислав Анатольевич оформил и сформулировал, так сказать, социальный заказ в виде некого патетического завершения. Замечу, что действительно вот этот период, седьмой, начало десятого столетия нашего времени, явился, ну, пожалуй, наверное, таким ключевым и поворотным для очень многих народов Китая, Центральной Азии, Передней Азии. И во многом именно в этот момент определяется, по сути, современная этническая, культурная, политическая карта мира в том виде, в котором она, собственно говоря, сейчас и существует. Далее, естественно, коррективы свои будут вносить уже Монгольская империя, далее начнется, так сказать, период уже новейшего времени, но задел и основную, так сказать, основную конфигурацию вот этого значительного пространства Евразии делается и происходит именно вот в это время. Ну, на этом, наверное, все. Да? Спасибо за внимание. До свидания. До свидания, дорогие друзья.